Однако в этом случае на Землю попадало бы слишком много радиации, что могло оказать разрушительное воздействие на органическую жизнь на нашей планете. Согласно одной из гипотез, Юпитер все же может превратиться в новую звезду, если в глубинах этого космического гиганта произойдет термоядерная реакция. Возможно, это движет Юпитер ближе, чем нам кажется, поскольку космический аппарат Грилео был затоплен в Юпитере еще в 90-е годы, а на борту его были сутодневые батареи, которые, с большей вероятностью, могли бы прижить затопленный атмосфер, потому что они в прочном корпусе. Однако даже самый крепкий корпус не может выдержать чудовищного давления юфитерианских метров. И со временем реактор будет разрушен. На короткое время в плутоне, который находится в антиброчном корпусе, сжался, возникла бы клиническая масса, произошел ядерный. Для всех планет Солнечной системы у нас планета ставит форта. Теперь Землю сорвет. Но Земля останется, но Землю сорвет верхнюю свою. Юпитер превращается в звезду, убийцу и уничтожает Землю. Такой сценарий развития событий теоретически возможен, но все же маловероятен. На прохождение Юпитера по слабому, плохому для себя знаку близнецов, они вызывали проблемы и в ними вообще, и в России в частности. Кризисы, кризисы власти, кризисы проблемные, кризисы проблемные. Это может привести и к большинству, что уже это начало приводить к большим проблемам. А серьезный пик этого придется на конец года, в 2012 и начало 2013. Специалисты, изучающие влияние космических тел на Землю, считают, что желтый гигант уже не раз вызывал на Земле катастрофы и прежде всего пожары и наводнения. Две самых больших планеты, видимых в Земле невооруженным глазом, это Юпитер и Сатурн. В античной астрологии, скажем, именно они являлись индикатором происходящего на Земле и происходящего в обществе. Юпитер связан с расширением, а Сатурн — с сжатием. И по отдельности они не приносят ничего ни хорошего, ни плохого. Но когда эти две силы начинают бороться между собой, вот тогда и происходят кризисы. На Землю во время так называемых «великих противостояний», когда наши планеты сближаются на минимальную дистанцию. Последнее «великое противостояние» в прошлом веке было в 1900-е, когда Россия была охвачена лесными пожарами. Огненная стихия не повторилась. Пожары вспыкнулись с новой силой. Москва и другие города задыхались от нестерпимой жары и смога, вызванных пожарами. Медленное движение «великое противостояние» назвали пожары 2010-го года в России, потому что эффект тот же самый, выбрать огромного количества... ...великое противостояние Юпитера и Земли должно произойти в 2022-м году. Это еще одна из предполагаемых дат конца света. Напротив Земли выстроится сразу несколько планет. Меркурий... Спасибо за внимание!